Здравствуйте! Сегодня 28 августа. Вы смотрите ежедневный обзор и прогнозы рынка от банкер.ру. Вчерашний день на валютном рынке прошел под знаком снижения доллара против всех основных валют. Отчасти это было связано с прошедшей в Минске встречей президентов стран Таможенного Союза Украины и представителей ЕС, на которые обсуждались пути выхода из геополитического кризиса. И хотя никаких решающих договоренностей заключено не было, сам факт встречи и решение продолжить переговоры повлияли на укрепление единой валюты. Кроме того, снижение доллара носило также и технический характер, так как американская валюта в последнее время была значительно перекуплена и по отношению к большинству национальных валют. К тому же вчера на рынке начали циркулировать слухи от источников близких к ЕЦБ о том, что европейский регулятор на своем заседании, намеченном на следующую неделю, вероятно воздержится от принятия новых стимулирующих мер. Все эти позитивные для евро импульсы активизировали покупки единой европейской валюты, курс которой от азиатского минимума 1.3152 откатился к концу дня к уровню дневного максимума на отметке 1.3209. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение коррекционного роста валюты к целевым уровням 1.3215, 1.3242, 1.3260 и, возможно, выше к ценовому уровню 1.3283. В условиях отсутствия значимых экономических новостей, как следствие собственных драйверов для движения, фунт-доллар на вчерашних торгах дублировал ценовую динамику единой европейской валюты, усиливая при этом коррекционный откат фунта от ранее достигнутых минимумов. К середине дня валюта протестировала на подъеме зону недельных максимумов 1.6605, но затем несколько сдала позиции, откатившись на американской сессии к уровню дневного разворота 1.6573. Настрой рынка по отношению к фунту остается все еще негативным, однако быки уже активнее начинают покупать пару на ее нисходящих откатах. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление подъема консо-британской валюты в новом цикле восходящего движения целевые уровни подъема 1.66, 1.6624 и 1.6668. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. В экономическом календаре четверга еврозона опубликует индикаторы потребительской и экономической уверенности в промышленном секторе и секторе услуг. Германия отчитается по предварительному индексу потребительских цен, а также по количеству безработных и уровню безработицы в стране, приведущий показатель 6,7%. Великобритания представит данные по объемам розничных продаж от конфедерации британских промышленников, а в американской статистике выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, июльские изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья, уточненные данные по изменению объема ВВП за второй квартал, а также квартальные индексы личных потребительских расходов. Боя подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.